Это круто! Итак, друзья, пару слов хотел сказать. Вы уже начинаете задавать вопросы, почему ролики такие коротенькие и не так много чего-то рассказывают. Друзья, это влоги. Они снимаются в таком формате, другого формата не будет. Он динамичный, краткий. Я стараюсь делать очень смотрибельные видео, чтобы они были интересны всем. Между делом периодически будут выходить длинные ролики, там по 20, по 30, по 40 минут, в которых я именно буду рассказывать о своем отношении, о своем мнении, обо всем путешествии. О ценах на отеле, о сервисе, о дороге, о переправах. В общем, обо всем. Там выйдет серия, думаю, на 20, на 30 роликов. Так что подписывайтесь на канал, смотрите. Периодически такие видео буду выпускать. Но сейчас мы снимаем влог, а влоги должны быть короткими, динамичными и интересными. Поэтому я телепортируюсь. А вот и я. Телепортация прошла успешно. На ваших экранах все заняло считанные доли секунды. Но все было не так просто. А вы же поняли? Знаете, при всех минусах сервиса, разбитых дорогах и прочих нюансах, побывав в Крыму и не влюбиться у него просто невозможно. Потому что эта красота, она прощает многое. Как вы уже догадались, а может не догадались, я в Судаке. Был я вот на таком расстоянии от провала. Хотелось уже все бросить и поехать обратно. Я сейчас пока стоял в этом душном вокзале, обливался потом, весь мокрый. Задумался о том, а стоит ли вообще дальше ехать. Но какая-то сила меня остановила. Я сел в первый попавшийся маршрутку, ну, можно сказать, такси. Совсем недорого. От Феодосии до Судака обошлось всего-навсего в 300 рублей. И вот я здесь. Знаете, пока я ехал по этим красотам, я тысячу раз поблагодарил Бога за то, что я не сорвался, а за то, что продолжил путешествие. Потому что всего за 40 минут мое мнение, ощущения, впечатления от Крыма изменились вообще кардинально. Скажите, пожалуйста, до моря, как мне добраться? До моря? Ага. Ну, вот сядьте вот здесь вот на автобус дачный уютный. Ага. Вот здесь останавливается, он едет на дачный, это в ту сторону спасите. А она уютная, вы едете в город. Или пешком, то прямо, прямо. А сколько примерно пешком? Ну, километра два. Обычно в арках городов встречаются помойки, а в арках судака встречаются горы. Этот парень тоже все об этом знает. Забронировал себе только что отель на пограничниках 19. Близко с морем. Странно, но цена всего 900 рублей. При том, что комментарии, или как там, отзывы. И рейтинг отеля 9,1. Это из 10 баллов, очень высокий. Но подтверждение брони я получил. Сейчас сюда туда, здесь где-то совсем рядом должны быть. Посмотрим, что там за 900 рублей. Первое, самое глобальное отличие судака от Феодосии, это то, что здесь море молодежи. В Феодосии там в основном либо бабушки, дедушки, либо уже взрослые пары семейные с детьми. Здесь одна молодежь. Не знаю, что на пляже творится, но по улицам вот видно, что курортники ходят совсем молодее. Какой они ездят тут. Пиздец, чуть не раздавил меня вот это, блядь, ушлепал. Что-то с сыром срал, блядь. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, пограничников 16 нам надо. Смотрим, горы. Какая ужасная прическа. В общем-то я заселился, все в порядке. Обзор на место, куда я заселился, я вам завтра покажу. Честно говоря, я тут уже погулял. Часа три, наверное. И могу сказать, что конкретно судак мне безумно понравился. Очень клево. Прямо место, где я бы пожил какое-то время. С одной стороны горы, с другой стороны горы, с третьей стороны моря. Только посмотрите на эту красоту. И сейчас специально для вас я попробую забраться на самый верх и показать вам помрачительный вид с этого места на море. Чтобы вы понимали, это нифига не маленькая высота. Очень даже высокая, спуск очень крутой. КОНЕЦ Короче, спуститься с этой горы гораздо сложнее, чем на нее залезть. На сегодня прощаюсь. А завтра узнаете, получилось у меня с нее слезть или нет. КОНЕЦ